Татьяна, расскажите про Орден и Лары. Орден и Лары. Орден регистрирует и Ларидов, составляет на них книги, ведет учет, слежку в буквальном смысле слова за их жизнью, направляет действия друзей и их окружение, создает некий буфер для управления Ларидом. Изначально Орден и Лары следят только за лидерами детей старого мирового управления. Но постепенно в его задачи стали входить дети нынешних руководителей, детей современных президентов, то есть правителей. Я бы их определяла сегодня как захватчики власти современности, со времен большой мировой войны. И к таким детям я отношу Сталина, Гитлера, Ангелу Меркель, Барака Обамы, Косыгина, Лаврентия Берия и много-много детей, которые сегодня, в общем-то, фактически стоят на пьедестале власти. Татьяна, расскажите про Орден иллюминатия. Орден иллюминатия, его целью были светящиеся. И надо пояснить, что светящиеся – это обычные люди. Они на самом деле не светятся. И обывателю их, конечно, не определить. Светящиеся люди обладают особой энергией и генетикой древних родов. Именно это делает их светящимся на определенном плане. Их видят и определяют только специалисты. Орден иллюминатия как раз и занимается обучением специалистов, способным на биологическом уровне, особым нюхом распознавать потомков представителей древних правящих династий. Есть ли архивные документы, которые подтверждают существование Ордена, которые целиком и полностью состоят из незаконнорожденных детей, царственных особ и их потомок? Ну, на самом деле, конечно, документы, конечно, есть. Конечно, регистрируются. Конечно, существуют книги, учетные записи. И над этим работает огромное количество людей. Но, скажем, официально вы нигде не найдете никогда таких документов. Потому что официально они не могут быть нигде озвучены и показаны. Это самые секретные документы, которые только мы имеем в истории нашего человечества.